Некто в сером. Я не дам дрейду. Одна половина. А нет, наоборот. Вот. После первой минуты испуга отец Василий стал спокоен и холодно ласков. Даже шутил, рассказал что-то очень смешное из семинарской жизни. Понемногу попадя успокоилась, перестала коситься на темные углы. По ее просьбе снова зажгли потушенную лампадку в ее комнате. А потом и перед всеми образами. И стало похоже на канун большого и светлого праздника. Испугался. Конечно, испугался. Что это ты надумала? Не знаю, Вася. Так? Тоска очень. Страшно мне. Всего страшно. Как же мне быть? Васенька. Милый. Опять пить. Она недоуменно подняла на отца Василия печальные глаза. И была в них смертельная тоска и отчаяние без границ. И глухая покорная мольба о пощаде. В городе, где учился Фивейский, он видел однажды, как ввели на живодерню лошадь. У нее была сломана копыта и болталась на чем-то. И она ступала на камни, прямо окровавленной мастолышкой. Было холодно. Блестела мокрая от испаренной шерсть. И глаза смотрели вперед. И страшны были своей кротостью. И такие глаза были у попадьей. И он подумал, что если бы кто-нибудь вырыл могилу, своими руками бросил туда эту женщину и живую засыпал землей, тот поступил бы хорошо. Он вскочил и быстро заходил по комнате, потрясая сложными руками, натыкаясь на стулья и стены, как слепой или безумный. И натыкаясь на стену, он бегло ощупывал ее костлявыми пальцами и бежал назад. И так кружился он в узкой клетке немых стен, как одна из фантастических теней. и неподвижны, как у слепого, оставались его глаза, и в них были слезы, первые слезы со смерти первенца. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Эта замечательная книга, посвященная Леониду Андрееву, называется так. Фотографии русского писателя. Портрет предреволюционной России. Эту книгу выпустил Ричард Дэвис, преподаватель русского языка и литературы в университете английского города Литца. Ричард, мы давно хотели с вами познакомиться. Вот с того самого времени, когда прочитали публикацию в журнале «Англия». Здесь просто напрашивается сразу начало разговора нашего. Как вы дошли до этой темы? Как вы начали работать над книгой? И, в общем, как это получилось у вас? Ну, я поступил в аспирантуру в 1972 году в Кембриджском университете. И с тех пор занимаюсь изучением жизнетворчества Леонида Андреева. Как вы знаете, у Леонида Андреева был сын Вадим, который жил в эмиграции. И со временем я как-то познакомился со всеми членами его семьи. И в один прекрасный день вынули из очередного шкафа коробки с этими фотографиями. И что же? Ну, и они мне показали фотографии такого типа, вот таких размеров. Это стереоскопические цветные фотографии. Я, конечно, страшно заинтересовался, но в то время я занимался скорее рукописями, дневниками и так далее. И только через очень много лет, вот примерно 4-5 лет тому назад, возникла идея опубликовать фотографии. Честно говоря, не верится, что это фотографии. Кажется, что это картины. Но он был художником. Помогли ли вам эти фотографии как-то расширить свое представление о писателе? Его жизнь... Коренным образом, коренным образом, да. Потому что писатель, он все-таки мрачный. А тут вдруг оказывается, что у него был глаз просто великолепный на природу, на лирику природы. И для меня это было совершенно ново. Когда я стал для этой книги подбирать тексты, я обнаружил, что, конечно, в текстах это все есть. В его произведениях. Ну, это как-то... Понимаете, на первом плане всегда психология, философия, страдания. Страдания, какие-то подсознательные учения. А где-то там тоже есть великолепные пейзажи, все что угодно. Вот какая-то фотография застолья, да? Да. Здесь в основном семья, да? Семья Репин. Вот здесь издатель его один. Вот Репин, да? Репин, да? Репин и жена Репина, Нордман. Здесь учитель Вадима. Я предполагаю, что это именины Анны Ильиничны, его второй жены. Это ваша версия вот здесь в комментариях? Да, да. Знаете, вот видите, на многих стеклах есть надписи авторские. «Когда я слышу мотив из жизни человека, мною всегда и сразу овладевает особое чувство. Очень острое, радостно волнующее, как возможность. Печальное и даже страшное, как вечный отказ что-то важное возвратить. Я сразу стал другой и что-то как будто вспомнил. Самое важное, что есть жизнь, любовь, сладкий и томящий зов. Похоже, физически на слабое, сгоры, замирание сердца. На первый сон, после воздуха, хорошей усталости и широких морских картин. Но, вспомнив, я знаю, что этого я не сохраню. Ибо это есть особое, тогдашнее, невозвратимое ощущение жизни. Так я ощущал ее тогда. И это кончено. И пока я слушаю, мне кажется, что я вот-вот вернусь. Почти вернулся. Что от этой минуты я снова стану тот, и все станет то. И я буду плакать от нежных волнений, звать, искать, Кому-то протяну руки. И все я вижу в свете, в нежном танце, Все в том же замирании сердца. Кто-то, кого люблю, совсем близко, близко, близко. Следующая страница тоже очень интересная фотография. Я вот раньше никогда не видел Леонида Андреева вместе с сыном Даниилом. Да. Это единственная фотография с Даниилом именно? Пожалуй, да. Есть фотографии одного Даниила. Да, есть. Там есть мальчик, да. Есть. Пожалуй, да. Я об этом никогда не думал, да. Мы архив Леонида Андреева, конечно, получили от семи. От Вадима, от старшего сына, и от Валентина. От младшего сына. Получается, четвертого, кажется, да. Вот. И вместе с... Нет, пятого ребенка уже, да. Вадим, Даниил, Савва, Вера и Валентина. И Валентина, совершенно верно, да. Архив Леонида Андреева, то есть часть архива Леонида Андреева от Вадима Леонидовича, мы получили и его собственный литературный архив, и архив его брата Даниил. Вадим не видел своего брата, единственного родного брата, не знаю сколько лет, вообще очень много лет, 50 лет примерно или как, получается, с революцией. С революцией, с 19-го года. Да, до какого-то 57-го. Когда освободился, да. Да. И было решено передать его архив на Запад с Вадимом, на всякий случай. И вот... Да, это очень интересная вещь. У нас теперь хранятся такие тетрадьки с произведениями Данила. Его рукой? Это его рукой. Он их писал в Владимирской тюрьме. Видите, такая маленькая книжечка, вся сшитая из ученических тетрадей? Да, из отдельных листков. Она так вот разрезана, прошита вручную нитками, и здесь очень мелко все это написано. Он, видно, экономил бумагу. И прятал. И прятал. И прятал. Перед смертью они с Александровной перепечатали, насколько я понимаю, историю этого архива. И теперешние публикации, которые делают в Советском Союзе, основанные на авторизованной машинописи. Вот. Но это, конечно, вещь уникальная. То есть, насколько я знаю, на Западе таких вещей нет. Скажите, а что вот вас натолкнуло на изучение творчества Леонида Андреева? Ведь ни Толстого, ни Достоевского, ни Горького, там, я не знаю, ни Скитальца. Да. Вы выбрали Леонида Андреева для себя? Очень трудно сказать. Знаете, это... Я кончил и немецкое отделение Кембриджского университета. И мне предложили такую тему, Леонида Андреев и немецкая философия. У меня был учитель Николай Андреев, Николай Ефремович Андреев. Однофамилец, но абсолютно не связанный. Очень-очень большой у нас человек в английской слове. Да, да, да. Из иммигрантов? Да. Он учился сам в Праге, вот в Карловом университете, и потом работал в Кондаковском институте. И был свидетелем занятий Праги советскими войсками и увоза Пражского архива, как называется, русского зарубежного архива, который только теперь начинают у вас разбирать и начинают печатать материалы из этого архива. Потом он несколько лет сидел в советской зоне, а в конце концов его выписала профессор Елизавета Федоровна Хилл из Кембриджа. То есть она его выписала в Кембридж. И он с тех пор работал в Кембридж и скончался в 1982 году. И для английской словистики это очень-очень большой человек, потому что он многих направил, так сказать, на пути праведные в науке. В науке. Да, да. Он один из первых на Западе писал об Андрееве и вообще поднял вопрос о том, что пора заняться Андреевым. И потом он мне предложил эту тему и я очень-очень заинтересовался и стал, конечно, читать все, что было опубликовано и потом архивы. Я стажировался в Ленинграде целый год, работал в советских архивах с огромной пользой. И потом уже после этого как-то осмелился обратиться к семье на Западе. Когда вы были в Совете, вы тоже познакомились с семьей Андреева? Бегло, потому что я стажировался в Ленинграде, а Вера Леонидовна жила в Москве. Так что мы всего один раз встретились. Вот. И как ни странно, вот как только мне показали, например, первые дневники Леонида Андреева, вот этот томик, первый сохранившийся том его дневника относится к 1890-му году. И после всех моих мудрых... Это 90-й год, это еще он студентом был? Он еще школьником. Школьником даже. Да, был. Знаете, я по его произведениям догадывался о том, как он относился к Шопенгауру, к Ницше и так далее. И вдруг в дневнике все. Сегодня я начал читать, скажем, Шопенгаура. Дошел до такого-то места. На меня это производит следующее впечатление. Значит, сочетание немецкой философии и Андреева было не случайно? Абсолютно не случайно. Когда он начал писать художественную, так сказать, литературу, он больше дневников не писал. И только в самом конце жизни, когда он перестал писать, тогда он писал потрясающий дневник в 18-м и в 19-м годах. И вот я как раз готовлю этот дневник сейчас к изданию. Мне надо разобраться самому и в том, что происходит, и в своих мыслях по этому поводу. Слишком много противоречий и противоположных течений, невольно увлекающих. Надо вооружиться особенной твердостью мысли, чтобы бороться с внешней и внутренней смутой. До 14-18-го годов, воспевая революции революционеров, я был подобен человеку, который восторгается бурей, сидя на берегу. Теперь я в самом море, среди волн и гибели, и хочу сохранить, если не жизнь, то голову и свое свободное отношение к урагану. У него было какое-то увечье руки, и поэтому он очень рано стал печатать все, даже дневник свой он печатал, что для нас довольно странно. И он хранил копии всех своих писем, знаете, через копирку. Так что его архив в этом отношении очень странный, потому что обычно в архивах хранятся письма чужих людей, которые тебе пишут, а твои письма исчезли. А у него наоборот. Все собственные письма сохранились в архиве, сохранились больше писем его, чем можно было бы предполагать, мне кажется. Например, я опубликовал письма его к Милюкову в 19-м году по копиям. А где вы опубликовали его письма? Вот в одном из выпусков. Минувшего? Это минувшего, да. Восстановление России будет совершаться долго и медленно. В ней еще долго будут бродить злые и разрушительные силы. И только Слово, наряду с твердой властью, сможет выполнить эту громадную задачу. Ведь действительно все разрушено. И мне страшно подумать, что, например, представляют собой теперешние молодежь из школы Луначарского. Какая пустота. Какая мерзость душевная. Какой тлен. И прежде Россия была бедна интеллигенции. А теперь нас ждет такая духовная нищета. Сравнительно с бедствиями, которые экономическая разруха и голод являются только наименьшим злом. Внешне нам могут помочь иностранцы. А кто спасет нас изнутри? Только энергичная работа всех оставшихся и хранящих традиции русской культуры может спасти народ и страну от окончательной гибели. Кто разрушил Россию? Кто продолжает терзать ее полуживое тело? Личности? Николай Второй? Ленин и Троцкий? Нет. Отсутствие личностей. Несчастье некультурного народа, в котором слишком много толпы и слишком мало индивидуальностей с их сознанием и волей. В России разрушена большая, нежели ее молодая промышленность. В России разрушен человек, поскольку он начинал быть и выявляться. И мое душевное желание – восстановить человека. Возвратить его и направить к тем высшим стремлениям личности, к тому порогу высокого сознания и долга, за которым личность вступает на первые ступени божества, путь совершенного человеческого существования. И еще несколько замечаний, относящихся к моей программе. Массы были приведены в движение и фанатическое неистовство обещанием чуда, необыкновенного праздника, который наступит на земле. Кто был ничем, тот будет всем. И это завтра, сейчас, сию минуту. И отсюда такое роковое бессилие всех трезвых слов. Трезвых программ и честных, но трезвых обещаний. Что значит увеличение рабочей платы на целковый или уменьшение рабочего дня на час, когда там обещаны дворцы и райские кущи. И та проповедь, которую я хочу вести, также должна заключать в себе обещание чуда, основываться на тех же словах. Кто был ничем, тот будет всем. Это чудо не ложное, как у большевиков и социалистов, не фокус-покус, а истина превращения двуногого в личность. Там обещали праздник тела и танцульку, мы должны обещать и дать праздник души, когда она поднимается на горние высоты человечности. В то время у Андреева была такая мысль, что он должен стать горьким белым, то есть пропагандистом белого движения. Белого движения. Это все очень четко. И он обратился к Милюкову за помощью. Как оцениваете творчество Андреева? Вопрос сложный? Ну, как же, да. Но я посвятил лучшие годы своей жизни Андрееву. Это, знаете, это как... Я стал почти член семьи как-то, да. Какой-то внук. Ну, да. Ну, что очень трудно судить. Но я... Понимаете, мне очень трудно судить, потому что история была к нему очень жестока. Жестока? Жестока. Его запретили, знаете. И для меня единственная мерка – это, значит, суд истории. Читают ли, издают ли. Издавали переводы фактически везде, в какие-то периоды. Знаете, в Чехословакии в 20-30-е годы, в Италии в 20-е, в Испании, в Южной Америке. Но, как ни странно, как только начинается либо фашизм, либо какая-то диктатура в очередной стране... Его запрещают. Больше его не печатают. А тот, кто в оркестре играл на трубе, уже носил, видимо, в себе, в своем мозгу, в своих ушах огромную молчаливую тень, поднявшуюся над миром. Отрывистый и ломаный звук метался и прыгал, бежал куда-то в сторону от других, одинокий, дрожащий от ужаса, безумный. По одному, по два, по три собирались товарищи и подходили шумно, с разговорами, с шуткой, полные веселого ожидания. Но вскоре умолкали, избегая смотреть друг на друга. Ибо что-то странное было в этом сборище уцелевших людей. Я тщетно искал в этой толпе растерянных людей знакомые лица и не мог найти. И все было чужое. «Где мы?» – спросил кто-то. «На войне», – ответил тот, кто смеялся и снова захохотал. Их много. Они умирают сотнями в пропастях, в волчьих ямах, приготовленных для здоровых и умных, на остатках колючей проволоки и кольек. Они дерутся, как герои, всегда впереди, всегда бесстрашны, но часто бьют своих. Они мне нравятся. Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Мы будем убивать и грабить, и жечь. Веселая, бесшабашная вода, как храбрецов, мы разрушим все. Их здания, их университеты, музеи. Веселые ребята, полные огненного смеха, мы попляшем на развалинах. Те, кто не умрет, присоединятся к нам. И наша храбрая армия будет расти, как лавина и очистит весь мир. Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok